Если вдруг вам нужно поработать на чужом компьютере, но вы не хотите оставлять какие-то следы, вам пригодится Tails. А иногда такое возможно даже при работе на своем компьютере. Tails – это рабочая среда, основанная на операционной системе Debian Linux, которая весит около 8 гигабайт, а значит умещается на обычной флешке. Из флешки же может быть загружена на компьютер. После перезагрузки на компьютере не остается никаких следов вашего пребывания. Поскольку жесткий диск компьютера собственно не был задействован, вы работали с флешкой. Выглядит операционная система примерно вот так. Тут есть какое-то количество предустановленных программ, в принципе достаточных для работы. И главное, тут есть интернет, который по умолчанию идет через Тор. А значит вы можете использовать онлайн-инструменты, которые покроют все недостающие потребности. Окей, разбираемся с Tails. Переводятся, кстати, не хвосты, это аббревиатура. Значит инсталл на разные системы не должен вас вводить в заблуждение. Сама система будет Linux, просто тут инструкции, как подготовить флешку и запустить ее на этих системах. Мы провернем все на винде. Качаем образ Tails в нераспакованном виде 1,3 гигабайта. Следующий шаг подтвердить, что вы скачали именно то. Не обязательно, но и не лишне. Кстати да, не качайте Tails с каких-то других сайтов. Ссылка на официальный сайт Tails в описании. И теперь нам нужно создать из образа Tails загрузочный диск. Ну собственно сделать флешку загрузочным диском. Разработчики предлагают для этого утилиту Balena Etcher. В принципе можно использовать любую, в том числе Rukus. Но мы воспользуемся предложенной. Тоже скачали, установили. Сначала выбираем файл образа, то есть Tails, который вы скачали на первом шаге. Выбираем флешку, которую предварительно надо вставить в компьютер. Объем не менее 8 гигабайт, больше можно. И флеш. Минуты 2-3 где-то он ее создает и готово. Все. Теперь перезагружаем компьютер и заходим в BIOS. Если у вас нет возможности выбора накопителя по нажатию какой-то кнопки. В разных компьютерах это по-разному делается. В моем ноуте Asus ROG надо до включения питания зажать и не отпускать кнопку F2. Непосредственно про ваш комп, если не знаете, ищите в Google. BIOS также у разных компов выглядит по-разному. Вам нужен Boot Priority, то есть что загружается первым. И здесь в приоритет нужно поставить флешку. Все. Сохранили изменения и ждем загрузку. Вот так примерно выглядит. Трогать ничего не надо, нажимать никуда не надо. Просто ждите тоже минуты две, мне кажется три и вуаля. Здесь можно выбрать язык. Русский есть. А также можно создать постоянное хранилище. Не буду рассказывать в этом скринкасте, если тема понравится, голосуйте лайками и комментариями. Сделаю продолжение. Но в двух словах все данные, которые появятся в рамках этой конкретной инкарнации Tails, удалятся при реинкарнации. То есть, простыми словами, при перезагрузке системы все удалится. Но можно создать постоянное хранилище и хранить свои данные там. Установлены вами программы, настройки этих программ, ваши файлы. Они будут на флешке, на диске компьютера они также не останутся. Диск компьютера вообще в Tails не задействуется никогда. Хранятся они в зашифрованном виде. Ну и вот, я установил Tails. Первым делом подключаем интернет и работаем. Тем, кто никогда не пробовал Linux, может быть непривычно. Ну и это, кстати, подходящий шанс его попробовать. Весь процесс установки занимает максимум полчаса и не затрагивает вашу операционную систему. Тут, как я говорил, предустановленные приложения, без которых можно обойтись, открываете турбраузер и онлайн-сервисы вам в помощь. Все, что касается офисных программ, покрывает Google Drive или CryptPad. Ну, в принципе, тут установлен LibreOffice. Один из лучших open-source офисных комплектов. Kipass XC, кстати, тоже предустановлен. Gimp — это аналог Photoshop. Ну, в общем, все, что нужно для работы, тут есть. Пока вы работаете, файлы хранятся на флешке. Это я искал программу для записи скринкаста, а оказалось, что тут работает сочетание Ctrl-Alt-Shift-R. При выходе из системы все удалится, но ничто не мешает вам, например, воткнуть вторую флешку и сохранять файлы там, либо в облаке. Так что просто песня. Можно сказать, что это Windows, который лежит на флешке и устанавливается за 15 секунд. И всякий раз удаляется, когда вы выключаете компьютер. Но при этом это не проприетарный Windows, а open-source Debian. И он не устанавливается, а загружается. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.